Жить комфортно и без коммунальных проблем. Нет такого жителя Самары, которого не волновала бы тема ЖКХ. Решить наболевшие вопросы можно только при активном участии собственников многоквартирных домов. Вы смотрите программу «Совет моего дома». Меня зовут Мэри Елчан. Здравствуйте. Как не растеряться, когда дело доходит до реальной коммунальной проблемы? Главную роль в управлении МКД играют сами собственники жилья. Сегодня мы поговорим о наболевших вопросах в сфере ЖКХ и положительном опыте благоустройства. У нас в гостях глава Кировского внутригородского района, городского округа Самара Игорь Рудаков и сопредседатель правления ТСН Старозагора 166 Максим Гаврилов. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Александрович, первый вопрос к вам. Сколько многоквартирных домов в вашем районе? Кировский район достаточно большой и является, наверное, вторым по численности по площади послепромышленного района. На сегодняшний день у нас 1554 многоквартирных домов. А на ваш взгляд, вот какая форма правления самая действенная, если смотреть из существующего? Ну, во-первых, это сами собственники определяют форму управления. Это либо сторонняя коммерческая структура управляющая компания по проведенному общему собранию, либо, соответственно, прямое управление, которое определяют собственники. Это либо товарищи собственников недвижимости, либо ТСЖ. Это определяет жители. Но на сегодня можно сказать, что, наверное, форма прямого управления, она более эффективна, потому что жители сами, так скажем, определяют круг проблем своего многоквартирного дома, принимают решения о проведении ремонта, расходовании средств, проверке качества выполненных работ. Я считаю, что эта форма на сегодня, она достаточно эффективная. Максим Валерьевич, если я не ошибаюсь, вам 20 лет. Что побудило в этом возрасте заниматься вот этой общественной деятельностью и когда вы, в принципе, начали? В 47-й школе, которую я успешно закончил два года назад, развито самоуправление. Начиная с 9-го класса я возглавлял комитет права и порядка. В совместном с администрацией учебного учреждения мы обсуждали и решали проблемы, касающиеся соблюдения прав и правил учебного заведения. Вот именно с этого момента, я считаю, начали развиваться мои навыки в самоуправление. Ваш дом выбрал форму коллективного управления домом. Как пришло такое решение? Ключевым фактором создания товарищ-собственников недвижимости на нашем доме является неустраивающая работа управляющей организацией наших жителей и желание жителей самостоятельно определять виды работ и сроки проведения на нашем доме. И по-вашему, вот чем хорош такой способ управления? Что улучшилось конкретно в вашем случае? Форма управления товарищ-собственниками недвижимости прежде всего хороша прозрачностью своей работы и правом у собственников самостоятельно определять статьи доходов и расходов средств, которые поступают и аккумулируются именно на счете нашего дома. Правлением товарища ежегодно создаются собрания отчетные, на которых мы рассказываем о проделанной работе и утверждаем смету на будущий год. Также собственниками при создании товарища было принято решение сменить форму формирования фонда капитального ремонта на специальном счете. И благодаря этому денежные средства стали копиться именно на нашем счете. И собственники стали более ответственны наносить платежи, тем самым у нас повысилась собираемость. С другими жителями как выстроена коммуникация? Как раз таки вот через вот эти собрания, которые вы проводите? Жителям нашего дома мы всегда на связи. Для оперативного донесения информации до собственников у нас в мессенджере создана группа, куда правление выкладывает информацию касающуюся деятельности товарища, а также обсуждаем коллективно проблемы, которые возникли и требуют решения собственников. Игорь Александрович, вы уже сказали, что эта форма управления достаточно удобна. А сколько вообще в Кировском районе вот таких домов, где жители решили взять все в свои руки? Ну на сегодняшний день у нас создано 126 ТСН, в состав которых входит 151 квартирный дом. Ну цифра прям круглая, это ровно 10 процентов от общего количества квартирных домов в Кировском районе. Я еще раз напомню, их у нас всего 1554. На территории вашего района реализуются как федеральные программы, да, по благоустройству, если мы говорим о благоустройстве, так и губернаторский проект вот содействия. Насколько активно жители принимают участие во всех этих программах? Ну, я, наверное, сначала их перечислю все. Действительно, у нас федеральная программа «Комфортная городская среда» достаточно активно реализуется на территории Кировского района. Нас на первом этапе было 359 заявок было подано, когда формировался реестр территорий, которые готовы, так скажем, к проведению работ по благоустройству. Достаточно активно поддержана жителями новая программа губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, это программа содействия. Основной, конечно, бюджет там областной, но самое интересное, что там предусмотрено софинансирование жителей. Вот первый период подготовки заявок сначала так настороженно воспринимался людьми, но когда жители поняли, что это действительно эффективная мера привести быстро в порядок свою территорию по различным видам работ, люди даже стали увеличивать процент софинансирования, то есть мы начинали с 7 процентов от общей суммы, от сметы. На сегодняшний день, даже вот в этом году, у нас есть заявки уже, которые по 17 процентов жители готовы софинансировать областной и, соответственно, районный бюджет. Очень активно программа применяется не только на территории многоквартирных домов, но и, так скажем, на территории частного сектора, потому что федеральная программа КГС, она не распространяется на частный сектор. Взять-то уже поселок Зубчининовка, Жигулевские сады, ну и многие территории, где нет многоквартирных домов. Очень активно, очень много заявок реализовано, жители сами готовят проекты, сами контролируют работы, ну и сами потом уже открывают новые территории, торжественные обстановки. И вот именно тот фактор софинансирования, он говорит о многом, то есть жители более детально следят уже потом за отремонтированной территорией, вовремя, так скажем, поправляют какие-то моменты. Ну, скажем, возрастает ответственность после того, когда люди вкладывают свои средства. Ну, у нас также активно работает программа главы городского округа Самары Лапушкина Елена Владимировна, это конструктор двора. Там пусть и небольшие суммы финансов, в основном это бюджет района, но мы каждый год увеличиваем сумму, проводим конкурсы, пусть даже небольшой набор работы, это где-то установить ограждение газонное, где-то лавочки, урны в небольшом объеме. Жители активно также участвуют в этой программе, поэтому она тоже у нас достаточно эффективно реализовывается. Вот, стараемся принимать активное участие во всех программах, особенно там, где есть вышестоящий бюджет. Первое время были сложности с подготовкой заявок, потому что не все люди, так скажем, были готовы подготовить какие-то предпроектные предложения заявку, поэтому мы пошли навстречу и в администрации Кировского района у нас был организован отдел по комфортной городской среде, который занимается подготовкой всей проектной документации. От жителей нужно просто вот формализовать подачу заявку в виде заявления и примерного, так скажем, проекта в произвольной форме, чтобы они все-таки хотели видеть на своей территории. То есть, какие мафы, где определенные возрастные зоны, где-то расширить внутриквартальный проезд, сделать парковочные карманы. То есть, достаточно было схематично это все сделать, передать вновь созданный отдел, где сотрудники, которые имеют профильное образование, архитекторы, они уже, соответственно, готовят дизайн-проект. После этого мы его согласовываем жители на повторном общем собрании территории, где жители его утверждают, и дальше он у нас включается в реестр. Реестр мы стараемся не менять, то есть, у нас как вот 359 заявок подавалось. Соответственно, с первых мы ведем работы и потихонечку движемся, так скажем, к последним, которые были поданы. Конечно, хотелось бы, чтобы федеральная программа была продолжена, потому что она у нас на сегодняшний день официально до 2024 года. Но я думаю, что, учитывая ее востребованность, все-таки федеральный центр примет решение, программа будет работать дальше, потому что много еще территорий остается, которые необходимо привести в порядок. Любой комфорт начинается с порядка на собственной территории. Для тех, кто действует и хочет жить в благоустроенном дворе, существуют различные программы на федеральном, региональном и городском уровне. Одна из них – губернаторский проект «Содействие». Жители дома 166 по Старозагору участвуют в ней уже в четвертый раз. Об удачном примере благоустройства расскажем в нашем сюжете. Жители дома 166 по улице Старозагора два года назад ушли из управляющей компании и создали товарищество собственников недвижимости. Теперь своими финансами они управляют сами. Общественной работой 20-летний Максим Гаврилов начал заниматься из любви к месту, в котором вырос. Несмотря на свой юный возраст, он всецело отдается делам. Они помогают в преображении родных территорий. Также мы открыли спецсчет. У нас стала возможность, то есть деньги капитального ремонта тоже аккумулируются на нашем счете. По решению собрания мы тоже можем ими воспользоваться и провести капитальный ремонт, так сказать, в любое время. Вместе с другими активистами Максим часто участвует в программах по благоустройству. Например, они уже трижды становились участниками губернаторского проекта «Содействие». Так уже обновили внутридворовые проезды, установили детские спортивные площадки, лавочки и урны. Благоустроили придомовую территорию и сделали освещение. На достигнутом останавливаться не планируют. Наш двор был, так сказать, самым худшим в микрорайоне. Сейчас он преобразился до неузнаваемости. Жители у нас довольны. Многие из других домов также приходят к нам на детские площадки и также отдыхают. Жители дома по Старозагору 166 подали уже четвертую заявку на участие в губернаторском проекте «Содействие». Теперь они планируют заняться озеленением территории, установить ограждения и благоустроить место для проведения общих собраний дома. В этом году в Кировском районе в рамках проекта «Содействие» привели в порядок восемь дворов. Максим Валерьевич, какими своими успехами в сфере самоуправления можете похвастаться? За два года работы в «Товариществе» совместно с администрацией нашего района и территориальным общественным самоуправлением нам удалось успешно инициировать и реализовать три проекта по программе «Содействия», которые направлены на благоустройство нашего двора. Также в этом году нам инициирован уже четвертый проект, целью которого является создание зон отдыха для граждан, озеленение дворовой территории. Также летом этого года мной подана заявка на участие в конкурсном отборе в молодежное правительство Самарской области на должность министра благоустройства жилищно-коммунального хозяйства. Пройдя два заочных этапов, я стал участником третьего, который проходил на базе загородного центра «Лесная сказка», по завершении которого я стал финалистом. Итоги должны быть выдвинены в ближайшее время. Желаем вам успехов. Спасибо. Вы уже сказали, что у вас проводятся собрания собственников. Если возникают какие-то проблемы, как вы их решаете? Когда мы сталкиваемся с проблемами различного характера, мы можем обратиться в администрацию нашего района с просьбой посодействовать. К примеру, вот этим летом ресурсно-набжающая организация у нас проводила ремонтная работа на магистрали. После проведения работ не было установлено благоустройство должным образом. Мы обратились к Игорьу Александровичу за содействием, по итогам чего в административной комиссии был составлен протокол и выдано предписание организации, проводившие работы. И благодаря нашим совместным усилиям все замечания были устранены. Игорь Александрович, а есть какие-то заявки уже на будущий год? Я, прежде чем озвучить перспективы следующего года, хотел бы немножко Максима Валерьевича дополнить. Он у нас скромный молодой человек. Вы представьте, просто на одной территории в течение двух лет реализовать практически четыре заявки с финансированием жителей. Это, во-первых, очень кропотливая работа, во-первых, подготовить, так скажем, проекты, подготовить всю документацию, после чего она попадает в правительство на конкурсную комиссию. Там принимается определенное решение по приоритету заявок. Вот им удалось, то есть они прям пошли поэтапно, проведя общее собрание и приняв с жителями определенные решения. Первая заявка эта была по благоустройству внутридворовых, внутриквартальных проездов, расширения, дополнительное строительство парковочных мест, потому что, действительно, сегодняшняя застройка и старые вот эти градостроительные нормы, они не предусматривают то количество транспорта, которое на сегодня у нас есть. Практически там, ну, минимум одна-две машины в каждой квартире у собственника есть. Они реализовали этот проект. Дальше они подали следующую заявку по благоустройству уже прилегающих территорий. Это асфальтировка, установка мафов, детского игрового оборудования, зон отдыха. Успешно ее реализовали. И в конце этого года, учитывая, что губернатор Дмитрий Азаров принял решение, ну, раз популярна настолько эта программа, в конце года было дополнительно выделено еще 50 миллионов на Самарскую область на те заявки, которые были поданы, но не прошли по конкурсной комиссии. Соответственно, территория Старозагора 166 получила одобрение и на третью заявку дополнительную. Это было установлено освещение по всей территории согласно предложению проекта жителей. Следом они подают четвертую заявку, как Максим Валерьевич сказал, это уже, так скажем, приведение в порядок мест отдыха. Ну, это в основном озеленение будет. То есть, соответственно, опять же, то, что жители решили, то есть какие насаждения там будут, они будут реализованы уже в части поданной четвертой заявки. Поэтому вот их работа, она действительно планомерная, и они понимают расходную часть, они понимают свое софинансирование, вот, поэтапность, и поэтому я считаю, Максим Валерьевич достаточно серьезно работает в этом направлении, как сопредседатель ТСН. Вот, и эффект он виден просто. Это вот, но действительно показательная территория, на которую можно приехать, обменяться опытом. Мы рекомендуем другим собственникам, соответственно, делиться опытом и смотреть, то есть, как можно это все реализовывать. Ну, следующий год у нас в планах, как я и сказал, у нас есть определенный реестр по тем заявкам, которые подавались ранее. У нас на следующий год выходит 6 территорий по программе «Комфортная городская среда». Это порядка 28 многоквартирных домов суммарно. Почему количество территорий не совпадает с МКД, я объясню. Мы пошли по такому принципу, то есть, не делать маленькие дворики около одного, так скажем, МКД. Мы делаем сразу благоустройство квартальное, то есть, мы берем сразу целый квартал, и, соответственно, в периметре те дома, которые принимают участие, они готовят общий проект. Ну, чтобы зайти сразу на квартал, сделать и уже больше к этой тематике не возвращаться. И хочу сказать, что у нас, допустим, тот же 13 микрорайон достаточно активно на сегодняшний день подает заявки, и мы вот по этому принципу работаем. По содействию тоже мы на сегодня сформировали и подали порядка 20 заявок. Посмотрим, в конце года сейчас будет конкурсная комиссия, какие заявки все-таки попадут в приоритет 2022 года. Там есть серьезные критерии. Это, во-первых, первый критерий – это процент софинансирования жителей. Я сказал, что у нас жители уже вышли на 17-процентное софинансирование, если в том году мы пробовали 15%, получалось. Сейчас уже жители хотят занять, так скажем, приоритетные места и поднимают, так скажем, свое софинансирование. Конечно, есть другие критерии – это количество собственников, которые на общем собрании принимали решение, то есть 100% – это уже достаточно серьезный проходной балл. Социальная значимость территории учитывается, транзит пешеходов. Много критерий, по которым конкурсная комиссия принимает решение. Надеюсь, что порядка 10 заявок у нас пройдет по первому этапу. И те заявки, которые у нас не проходят в конце года, до марта месяца, так называемая вторая волна по распределению, мы обычно всегда оставшимися заявками попадали до марта месяца. Поэтому я надеюсь, что в 2022 году будет максимально реализовано количество заявок, которые жители подали по программе губернатора в содействии. А что касается общественных территорий, какие вот были преображены? Общественная территория – это отдельная тема благоустройства. Здесь заказчиком выступает городской округ Самары в лице департамента городского хозяйства и экологии. Но непосредственно по каждой территории готовится заявка с жителями. Конечно, администрация района вместе с департаментом мы помогаем и в подготовке всей документации, и предварительное проектирование, то есть занимаются серьезные архитекторы. И дальше идет, так скажем, ежегодное конкурсное голосование по всем территориям городского округа, которые есть в этом реестре. Это ежегодная процедура, согласно нормативно-правовых актов, которые принимаются Российской Федерацией. Хотелось бы сказать, что первый год реализации мы выиграли три большие территории. Первый год – это территория школьной аллеи на улице Ташкентской. Вообще с нуля делали благоустроенную территорию. Следующий объект – это пешеходная зона улицы Юбилейная. Тоже такое заброшенное было место. Сегодня это пересечение с улицей Победы очень востребовано, оно благоустроено, люди достаточно часто там бывают. И третий проект за, так скажем, первый год реализации общественных территорий – это парковая зона Дубовый колок на Старозагоре. Огромная парковая территория, она была тоже сделана, реализована, очень много интересных моментов было там реализовано. Остается на сегодня вопрос с озером, который постепенно, так скажем, уровень воды падает. Но принимаем определенные меры. Я думаю, что в любом случае мы в ближайшие годы решим эту проблему, и озеро восстановится, и тот комфорт, который был ранее, он вернется на эту территорию. В следующем году жители активно очень участвовали и поддержали проект благоустройства бульвара Металлургов. Здесь, конечно, и ветераны завода Металлург участвовали, и Максим Борисович Воденко, директор бывшей завода, и Чудайкин Владимир Иванович, к сожалению, покойный. Сегодня он очень много, так скажем, сделал для того, чтобы этот проект был реализован. Ну и, конечно, жители этой территории, они дали максимальное голосование, поэтому проект был наполнен финансированием, и мы его начали реализовывать. Хотелось бы отметить, что, опять же, благодаря поддержке Дмитрия Игоревича Азарова, губернатора, были добавлены средства, потому что в первоначальном проекте предусматривалось благоустройство только пешеходной зоны проспекта Металлургов от площади до улицы Алматинской. После встречи с ветеранами Саводенко, с Чудайкиным Дмитрием Игоревичем при определенных условиях, соответственно, добавил финансирование, и нам удалось реализовать проект уже от завода управления, от фасада до фасада, до площади Металлургов, как она ранее называлась, и, соответственно, установить бюст Мочелову, соответственно, сделать сквер около Дворца культуры Металлургов. То есть это получилась достаточно огромная территория, которая была реализована. Сегодня это является, ну, центром притяжения, наверное, Кировского района. И хотелось бы отметить, что параллельно с нами собственник Дворца культуры Металлургов тоже закончил свои рейснофрационные работы, и сегодня Дворец культуры Металлургов работает по прямому значению, как это было раньше задумано, соответственно, руководителями завода Ленина, в том числе Мочелову. Большая работа проделана, и, я думаю, еще многое впереди. Благоустройство и ремонт требуют не только придомовые территории, но и подъезды многоквартирных домов. Для того, чтобы жилось комфортно, действовать должны и сами жители. Так, на Ташкентской 125, благодаря смене управляющей компании, дом получил новую жизнь. Теперь здесь чистота и уют. С просьбой привезти мусоропровод в надлежащее состояние обратились жители дома по улице Ташкентская 125. Организация, которая ранее обслуживала многоквартирный дом, не справлялась со своими обязанностями. Бытовые отходы вывозились нерегулярно, рассказывают жильцы. Собственники решили взять все в свои руки и поменяли управляющую компанию. Я всегда жителям говорю, что как бы вы вправе выбрать управляющую компанию ту, которая вас устраивает. Не будет эту управляющую компанию устраивать, тут же делайте собрание, избирайте другую управляющую компанию. Не надо сидеть годами и ждать, что будет. Потому что сидим, ничего от этого не бывает. Мы сидим как в трясине. При смене управляющей компании что-то бывает. Но бывает к лучшему. С приходом в дом новой управляющей компании жить стало комфортнее. Специалисты провели дезинфекцию и диератизацию, оперативно восстановили и отремонтировали мусоропровод. На подвальное помещение и крышу повесили замки, поставили новые урны. Мы все время на телефоне, на контакте со старшей. То есть все, что вопросы касаются дома, мы всегда как бы сразу реагируем на это. Мы не оставляем это на потом. Восстановили и канализацию, которая была в аварийном состоянии. Проведенными работами жильцы остались довольны. Для тех, кто присоединился к нам только сейчас, напоминаю, что у нас в гостях глава Кировского внутригородского района, городского округа Самара Игорь Рудаков и сопредседатель правления ТСН Старозагора 166 Максим Гаврилов. Игорь Александрович, как вы взаимодействуете с управляющими компаниями? Ну, на сегодняшний день у нас 36 управляющих компаний на территории района, одна муниципальная, это муниципальное предприятие «Универсал-Быт». Достаточно серьезная конкуренция, взаимодействие штатное. То есть мы ежедневно проводим оперативные совещания с руководителями управляющих компаний, рассматриваем те или иные вопросы, которые поступают от жителей. Вот. Замечания, они бывают различного плана, но в основном это период подготовки к отопительному сезону, то есть детально по каждому МКД отрабатываем вопросы. После подачи, так скажем, теплоносителя предприятием Т-плюс уже идет, так скажем, работа управляющих компаний, регулировка внутридомового имущества для того, чтобы стравить воздух, и нормальный температурный режим был в домах. В любом случае принимаем, конечно, меры и надзоры, потому что у нас есть управление контрольное по жилищно-коммунальным направлениям, у нас есть административная комиссия, которая по тем замечаниям, которые имеют состав административного права нарушения, согласно нашего областного закона 115 ГД, достаточно серьезные, принимая меры воздействия. Конечно же, эти средства идут в бюджет района, и за счет этих средств мы также реализуем определенные пожелания жителей. Я хочу сказать, что работа налажена конструктивно, понимание есть. Смена управляющих компаний присутствует, потому что, как я сказал, жители на сегодняшний день уже сами определяют, то есть по выбору управляющих компаний, потому что список достаточно большой, есть рейтинг определенный, можно выбрать уже на примере каких-то МКД, ту компанию, которая, допустим, кого-то устраивает, либо сменить управление дома, то есть на прямую форму управления. Максим Валерьевич, вы как молодой самоуправленец, как думаете, чего не хватает вашему району, что можно туда внести, чтобы жить стало еще комфортнее? На мой взгляд, нашему району достаточно всех, так сказать, ресурсов. У нас есть администрация, которая работает плодотворно в сфере благоустройства. Чем больше будет заявок и проявления интереса благоустройства у самих жителей, тем больше и будет заинтересованность у городских властей выделять софинансирование и реализовывать желания жителей. Игорь Александрович, какие основные цели и задачи стоят сейчас перед районом? Ну, в любом случае, есть цикличность определенная годовая, то есть это можно разделить на летний, весенний, зимний, осенний период. То есть каждые планы, они в соответствии с погодными условиями. Но мы сейчас, как я сказал, закончили уже вопросы по отопительному сезону. Есть еще, так скажем, заявки по некоторым МКД по подаче и давлении, и, соответственно, температуру теплоносителя. Мы детально с ними разбираемся. Сейчас наступает, вернее, наступил 1 декабря уже, да, у нас зимний сезон. Погода определенные сюрпризы нам всегда преподносила. Ну, в этом году вот сразу с 1 декабря. То есть, соответственно, переход через ноль. Достаточно серьезные осадки в виде дождя, переходящие, так скажем, в гололед. Поэтому работали, я еще раз хочу сказать, администрация района в рамках своих полномочий отвечает за внутриквартальные, внутридворовые территории. В том числе мы осуществляем контроль за деятельностью управляющих компаний, ТСН, как они содержат прилегающие территории. И у нас здесь нет любимчиков. То есть, если наше вновь созданное управление, я хочу сказать, что создано управление в администрации, которое в себя включает несколько направлений. Это направление лесного контроля, земельного контроля и жилищного контроля. Соответственно, сотрудники по полномочиям ежедневно выезжают и контролируют те или иные вопросы. На сегодняшний день управляющие компании отчитались, техника есть, есть техника по дополнительным договорным отношениям. Соответственно, противогололедные реагенты закуплены. У кого-то это песчано-соляная смесь определенного процента, кто-то закупает, так скажем, более современные противогололедные материалы, там разные модификации бионорды есть. Поэтому жилищно-коммунальный комплекс Кировского района, в принципе, к этой зиме готов. С каждым годом, как я сказал, у нас увеличивается количество отремонтированных уже территорий. Мы стараемся... Они у нас выходят как бы из незакрепленных территорий и становятся благоустроенными. Поэтому все, что мы новое сделали, мы на баланс передаем, и у нас содержит наше вновь созданное муниципально-бюджетное учреждение Кировское. Здесь тоже мы на Совете депутатов приняли решение, и определенная часть бюджета пошла на закупку техники. На МБУ у нас сегодня есть и погрузчики, и транспорт для перевозки рабочих, и триммера, и бензопилы для пиловки деревьев, и для уборки снега. Поэтому предприятие достаточно эффективно работает именно на тех территориях, которые были благоустроены за период 2017 года. Серьезных замечаний к ним нет. Дорожный комплекс в Кировском районе – это пререгатива городского округа Самара. То есть в лице департамента городского хозяйства они выступают с заказчиками. И уличная дорожная сеть содержится, соответственно, по контракту департамента городского хозяйства. Здесь мы тоже с коллегами работаем. 1 декабря первый гололед был. Объезжали, смотрели территории совместно, принимали, так скажем, своевременные решения. Да, конечно, были замечания от жителей, но в первую очередь остановки тротуары обрабатывали. Сейчас это на жестком контроле, потому что поручение глава города и губернатор дал по итогам 1 декабря. Посмотрим, как у нас сейчас на этой неделе будет меняться температурный режим и количество выпавших осадков. Это была программа «Совет моего дома». Мы поговорили о том, как повышается комфорт городской среды при активном участии жителей. У нас в гостях были глава Кировского внутригородского района городского округа Самара Игорь Рудаков и сопредседатель правления ТСН Старозагора 166 Максим Гаврилов. Надеемся, что ответы, которые озвучили эксперты, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них мы будем в эфире программы. На этом все. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»